20 раз в прошлом году обращались выпускники домов-интернатов в суды с требованием предоставить им положенное по закону жилье. Сельские суды удовлетворили. Об этом представители прокуратуры рассказали сегодня членам общественной палаты. Сегодня состоялся круглый стол по проблемам детей-сирот. В области сегодня фиксируют случаи, когда сиротам по разным причинам отказывают в жилье. Муниципалитеты в данном случае нарушают закон, отметили в прокуратуре. Поэтому сироты в таких случаях всегда выигрывают суды. Но это не единственная проблема. Если сироты и получают заветные ключи от квартиры, это еще не значит, что там они смогут жить, рассказали сегодня участники круглого стола. Бывали случаи, что новая квартира по бумагам была в собственности других людей. Иногда органы опеки и представители муниципалитетов никак не следят за сохранением этих помещений. Хотя по закону в течение пяти лет после того, как сирота получил ключи от квартиры, это обязаны делать. Мы выборочно взяли несколько закрепленных за детьми-сиротами помещений. Выехали там в муниципалитет, в Статулово, в Столбово, не помню сейчас. Были все нормально в форме. Мы не могли подойти к этим домам. Не то, что туда зайти, это было опасно, все рушилось. Подойти не могли. Вот как все заросло. О каком контроле за сохранностью может идти речь? Когда также слободским прокурором нам было дано поручение, внесены иски, все приведено. Либо, если жилое помещение уже комиссии было признано непригодным для проживания, включались для предоставления моего жилья. Продолжение следует...